Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! С вами сегодня буду я, учитель истории и общества знания Гринёва Людмила Олеговна. И мы проведем очередной урок общества знания. Поехали! Тема, о которой мы с вами будем говорить, она необычайно интересна, важна и актуальна. Давайте поразмышляем над тем, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Итак, перед вами на слайде, я думаю, что вы все, конечно же, узнали Стив Джобс, легендарный создатель компании Apple. И следующий сюжет. Сюжет из Библии. Мы видим с вами первых людей, Адама и Еву, мы видим их грехопадение. У меня возникает вопрос, давайте порассуждаем, что может объединять Стив Джобса и данный библейский сюжет. Если мы будем внимательно рассуждать, то мы скажем с вами, что и Стив Джобс, и Адам, и Ева – это все те люди, которые, безусловно, стремились к получению неизведанного, нового знания. И посмотрите, пожалуйста, мы видим с вами и в первом и во втором случае фрукт, который является символом познания. И не случайно, наверное, Стив Джобс взял именно яблоко в качестве лейбла своей компании. Давайте запишем нашу с вами сегодня тему. Тема – познание, познавательная деятельность. Пройдемся с вами по понятиям. Познание – это процесс обогащения человека новым знанием. И я вам рекомендую все определения брать строго из ваших учебников. Мы работаем с вами сегодня, в этом году, по учебнику уже ФГОС, линии просвещения. Строго определение берем из перечневых учебников, которые я вам рекомендую. Результатом познания является знание. Запишите, пожалуйста, ваши словари. Это форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. Давайте разберем с вами теперь структуру познания. В структуре всегда обязательно есть субъект. Под субъектом мы понимаем человека, либо группу людей, но это всегда существо, одушевленное и наделенное обязательно сознанием. То есть это человек. Деятельность субъекта всегда направлена на объект. Под объектом мы можем понимать и природу, мы можем понимать материальные и одушевленные, неодушевленные предметы. Это может быть группа людей. В результате познания мы получаем с вами знание. Давайте посмотрим, как это у нас с вами работает. Итак, мы прочитали с вами книгу по философии. И мы узнали, что познанием занимается именно наука такая, как философия. Обращаю ваше внимание. И в философии есть особый раздел. Он называется гносиология. Целый раздел, вдумайтесь, философии, изучающей вопросы познания. О чем это говорит? Это говорит о том, что все не так просто. Есть вопросы спорные и полемистические. Полемика «Познаваем ли мир?» И в этой связи существует несколько течений в гносиологии. Первое направление – это оптимист. Мы их назовем с вами оптимисты или гностики. Они говорят, что мир познаваем, истина существует. В качестве аргументов они приводят следующее. Ясность и отчетливость научной мысли. Наука всегда может все доказать, она объективна. Они делают упор на общезначимость получаемых результатов, почему нет. И они говорят о том, что человек не может прожить без знаний. И главный критерий истины – это практика. Мы все можем проверить на практике. Следующее направление – это скептицизм. Скептики, вам знакомы эти люди, я думаю, они все подвергают сомнениям. И скептики говорят о том, что получить истину можно, но вопрос лишь только в том, что это все нужно очень внимательно проверять. И еще одно очень интересное направление, такое как агностицизм, и сторонники называются агностиками. Вот здесь остановлюсь поподробнее. Дэвид Тьюм говорил, природа держит нас на почтительном расстоянии от своих тайн и предоставляет нам лишь знание немногих поверхностных качеств, объектов, скрывая от нас их сущность. То есть агностики говорят, что мир в принципе не познаваем. Что они говорят в качестве аргументов? Во-первых, наша ограниченность наших возможностей. Они говорят, давайте представим, как мы изучаем с вами какой-то предмет. Мы его изучаем с помощью наших органов чувств. А что если этот предмет обладает не пятью органами чувств, а несколькими другими? Например, представим себе, что это книга, а возможно она излучает какой-то такой свет, которого мы с вами не видим. Но мы же его изучаем, эту книгу, с помощью зрения, слуха, обоняния. А вдруг это на самом деле свечение, которое не видно моему глазу? И вот вы знаете, мне здесь вспоминаются агностики современности. Они приводят в качестве примера аквариумных рыбок. Вы знаете, что практически все японцы держат их в своих домах. Почему? А потому что рыбки улавливают колебания в момент приближения землетрясения. А человек этого делать не может. Ну и сразу вспоминаются люди, которые считают, что, например, кошки являются медиумами. А почему нет? Которые способны видеть то, что невозможно видеть человеческому глазу. Поэтому с агностиками я тоже здесь могу согласиться. В агностицизме существует такое направление, как конвенционализм. Это учение, согласно которому существующие научные теории являются лишь соглашениями между учеными. Эти теории не могут достроверно отражать сущность исследуемых нами объектов. Существуют основные формы познания. Я предлагаю всегда своим ученикам вот чертить такую лестницу. Первое, обратите внимание, первый уровень – чувственное познание, которое представлено в форме ощущения, восприятия и представления. И второе, это рациональное – понятие, суждение и умозаключение. Ну, давайте посмотрим, как это сейчас будет работать на практике. Для этого я предлагаю провести небольшой эксперимент. Мне необходим человек. Негуманно проводить эксперименты, конечно, над людьми. Дарья Юрьевна, я попрошу вас, можно? Я сейчас попрошу вас в один момент закрыть глаза. Я буду вам задавать вопросы. Ваша задача – не подсматривать и отвечать честно. Договорились? Закройте, пожалуйста, глаза. Я вам в руки даю предмет. Пожалуйста, опишите мне его. Предмет круглого цвета, ой, цвета круглой формы, какая-то продолговатая штучка есть у него, вертушка, гладко. Все, больше ничего. А какого цвета? Нет, цвет не могу. Не можете ответить. Запах? Можно понюхать? Понюхайте. Запах сладковатый такой. Предположите, на что вы держите в руках? Так, откройте, пожалуйста, глаза. Мы проиллюстрировали с вами сейчас ощущения. В данном случае у Дарьи Юрьевны было ощущение, у нее не было абсолютно целостной картины. Она не могла нам ответить на вопрос, какого же цвета. Какого цвета флакон? Желтого цвета. Отлично. Следующий этап – это восприятие, когда мы получили целостное, полное представление об изучаемом предмете. Закройте, пожалуйста, теперь глаза. Опишите мне флакон, который держали вы в руках. Флакон желтого цвета, круглой формы, гладкий также, крышка протолковатой тоже формы. Отлично. Открываем, пожалуйста, глаза. В данном случае мы увидели с вами представление. Предмет находился на удалении, да? Но вы смогли его описать. Почему? Потому что вы когда-то видели. Продолжим небольшой эксперимент. Опишите, пожалуйста, как выглядит Владимир Ильич Ленин. Мужчина, понятно, что это мужчина. Так, хорошо. Лысина у него есть, продолговатый нос, тонкие губы. Хорошо. Можно глубокий. Так, давайте с вами сравним. Абсолютно верно. Дарья Ильевна, опишите, пожалуйста, как выглядит мой дедушка. Много даже представить. Вы не видели моего дедушку? Нет. Не видели? Познакомьтесь, пожалуйста, Сухинин Алексей Кузьмич, герой Великой Отечественной войны. Вы сможете теперь его описать? Да, конечно. Круглое лицо, прическа, красные волосы, круглые глаза, толстые губы. Совершенно верно, потому что вы теперь имеете представление. Вот так именно работает представление, когда мы можем описать предмет, и он работает на удалении. Благодарю вас. Я думаю, что мы помогли нашим ученикам. Идем с вами далее. Благодаря формами рационального познания является понятие. Это мысль, утверждающая общие и существенные свойства предмета. Например, вектор – это направленный луч. Запишите, пожалуйста, ребята. Суждение – мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о процессе. Например, все волки – хищники. Это общеутвердительное суждение. Ни один из многогранников не бывает плоским. Общеотрицательное суждение. Некоторые грибы съедобны. Частно-утвердительное суждение. И, наконец, умозаключение. Это высшая форма рационального познания. Это форма мышления, в которой из двух суждений мы с вами можем сделать вывод. Например, посылка. Все люди смертны. Второй посыл. Сократ – человек. Мы делаем вывод. Сократ – смертный. Таким образом, мы проиллюстрировали с вами умозаключение. Методы умозаключения заключаются в следующем. Их три. Индукция, дедукция и метод по аналогии. Но давайте разберем. Во-первых, цель этих методов – вывести новую истину из уже ранее существующих. Индукция, на мой взгляд, это самый простой метод. Например, многие источники могут его определить как метод, в тот, в котором мы получаем с вами какие-то выводы в ходе конкретных наблюдений. А вот наиболее интересный, на мой взгляд, метод – это метод дедукции. Обратите внимание, это метод Шерлока Холмса. Давайте посмотрим с вами. У Джона военная выправка. Загар на руках. Только до рукавов психоматическая хромота. Значит, побывал на войне. Где были военные операции в последнее время? В Афганистане. Значит, Джон у нас с вами из Афганистана. Так работает метод дедукции. Давайте потренируемся. Вы видите женщину около 40 лет. В руке дамская сумочка с незастегивающейся молнией от большого количества тетради. Одета скромно, без излишеств и вычурных деталей. На руке тонкие часы и белый след от мела. Вы сделаете вывод, что это, скорее всего, это, конечно же, учитель. Молодцы. И у нас есть метод по аналогии. Это процесс, который включает в себя учет общих свойств. Например, П, П и К аналогичны. По свойствам А, Б и С было замечено, что объект П обладает свойством Х. Таким образом, К, вероятно, имеет такое же свойство. Между сторонниками чувственного и рационального познания идут постоянные споры. Какое познание лучше? И вот сторонники чувственного познания, это эмпирики или сенсуалисты, они признают только чувственное познание. Рационалисты говорят же в противоположную сторону. Нет, однозначно, только рациональное познание. Нельзя опираться только на методы чувственного познания. Но давайте посмотрим с вами и попытаемся защитить те или иные позиции. Посмотрим, в чем плюсы у нас с вами, например, чувственного познания. Как только рождается ребенок, он пробует мир на зубок. Он чувствует этот мир. Это непосредственность форм, которую мы можем тут и здесь сразу увидеть с вами. Наглядность предмета мы можем пощупать, потрогать. Он возникает всегда в результате образов познания. А также чувственное познание у нас воспроизводит внешние свойства объектов. Рационалисты. В чем его плюс этого способа познания? Во-первых, сразу хочу сказать, что рациональное познание не может ни в коем случае прожить без чувственного. Оно на него опирается. Я фиксирую эту мысль. Обратите внимание, опора на результаты именно чувственного познания. Как мы можем узнать, что такое кислый, если мы не попробуем с вами лимон? Мы должны его попробовать. Абстрактность и обобщенность, возникающих в результате познавания образов, а также воспроизведение объектов на основе внутренних их закономерностей. Да, на самом деле чувственное познание не может проникнуть у нас с вами внутрь каких-то явлений и отношений. Итак, когда мы с вами начинали наш урок, мы говорили о том, что мы выводили с вами нашу тему, мы с вами иллюстрировали как раз-таки вот тот самый метод дедукции. Давайте вспомним, мы размышляли Стив Джобс, мы размышляли с вами над библейским сюжетом, и как раз-таки вот здесь уже в начале нашего с вами урока мы проявляли вот эту силу мысли. Мы с вами учились познавать мир, и мы получали с вами вот то самое новое знание. Ребят, ну и в завершении мне хочется вам дать небольшой вот так называемый лайфхак, как запомнить то, о чем мы с вами сегодня говорили. Я очень люблю это, эти моменты, помните, когда мы учили цвета. Каждый охотник желает знать и так далее. Итак, о, вы прекрасны, чувственно говорит один человек. Ощущение, восприятие, представление. Псу понятно, рационально отвечает другой. Понятие, суждение, умозаключение. Такая небольшая подсказка вам, я надеюсь, что на экзамене вы ее вспомните, и вы сможете с легкостью и безошибочно определить и назвать основные формы познания. Я очень благодарю вас сегодня за урок, мне было очень приятно с вами общаться, особенно приятно, что это десятые классы, вы сделали свой выбор. Ребята, урок окончен.